набрала себе домой букетик полынь и тысячелетник очень полезные растения полынь я для скрутки буду использовать раз занимаюсь медитациями да очень мне нравится перед медитативными практиками окуривать помещение либо палочка палосанта это понятно благовония мне всякие не нравится они какие-то ненатуральные конечно если я найду натуральные благовония из индии это было бы супер но дороговато поэтому обхожусь тем что есть тем что могу сама собрать а это не подружка дали дарила можжевельник ветки очень хорошо для куривания мне понравились ну и скруточки из полыни будут замечательно как-то так перебираю барахло все что брать что не брать с собой домой покидаю северную землю работаю пока еще вахтовым методом планирую что это моя последняя крайняя вахта и все шапка классная да суперская жаль не влазит у меня уже собралось 23 килограмма ручная кладь 10 килограмм еще что мне там пакет с книгами рюкзак с ноутом и женским барахлом ну и соответственно букетик не знаю как это еду хотела поделиться с красивым образом который пришел ко мне вчера в медитации он связан с таким же черным цветом как вот эта шапочка начинаю я эту практику погружения из исходной позиции в пользу лотоса очищаю пространство и сижу в темноте передо мной возникает веревочная лесенка ступеньки таки и они достаточно яркие беленькие я понимаю что стоит посмотреть что там будет дальше и забирать по этой веревочной лесенке и получается что я как будто бы на полку выше поднимаюсь на уровень выше и там полностью все окутано света у меня возникло такое ощущение что может быть вот она это тот самый о котором все говорили может это та самая встреча я наконец-то его увижу внутри себя начинаю присматриваться потом раз свет этот схлапывается и опять темнота потом пах и опять яркая вспышка света и все окутано света начинаю присматриваться что же это такое почему свет не стабилен и вижу что это некая огромного размера существо мордочка похоже на тюлене с большой пасть открывает пасть и возникает свет везде полностью озаряется все цветом потом она закрывает эту пасть и опять темнота я подхожу к этому существу понимаю что по ощущениям с ним происходит что-то не то там есть какая-то тревога какой-то испуг и непонимание что происходит возможно это не естественно его положение да что вот он открывает пасть и закрывает вот так вот по такими циклами присматриваюсь за мордой за головой этого существа похожего спереди на тюленя вижу тело нечто среднее между змеей и червью червяк такой потому что мягкое такое тело и неровно я бы сказала такое сзади длинное большое но к своему удивлению она как бы не вызывало какого-то непринятия неприятия или отторжение очень мило по внешности с красивыми тюленями глазами прямо мне стало его жаль не захотелось положить на эту голову руки ну как полечить у меня сейчас все руками касанием идет я прикладываю руки свои на голову стараясь облегчить страдания этого существа и понять что что ему мешает и нащупываю с правой стороны возле пасти на голове этого существа якорь ну такой крючок похоже на якорь пишу я вот достаю и выбрасываю хотела еще пообщаться с этим прекраснейшим существом который озаряет всю свету но вот так пумс и с этой полки соскользнула вниз сразу мчалась от меня подальше освободилась и мчалась поняла что она передвигается просто молниеносно я все думала какие интересные существа вот населят вот этот вот эти миры да ментальный план и нижние какие-то миры я даже не могу какому-то его конкретному миру причислить потому что но на нижние он не похож он озаряется светом и так это все было похоже на свет и тьму вот допустим многие же говорят что нужно определиться там с выбором какие потоки считывать тьму или свет я не хочу определяться и не могу потому что она приходит все вместе и все несет свою пользу и у всех есть свои задачи это к тому что мне недавно задавали вопрос что определись уже мое желание объединение я живой человек и давно задумываясь о том что все едино нету такого и такого все едино это как дерево чем выше крона тем глубже корни просто нужно познать это все и усмирить какие-то грани себя во благо ваш свет и тьма может быть всего лишь червяк с головой тюлени который открывает периодами пасть и озаряется светом а когда закрывает пасть ступать тьма и все это имеет место быть